До часа Х 15 сентября остаются считанные часы. В этот день завершается срок приема налоговых деклараций в электронном виде для госслужащих и их супругов. Бумажные варианты должны были быть сданы до 15 июля. За сокрытие имущества придется оплатить штраф в размере 200% от суммы налогов, который полагалось внести в бюджет государства. А повторное нарушение увеличит наказание в три раза. 35 сотрудников Инбекшинского акимата Шымкента декларацию сдали. В числе первых о доходах отчитался недавно назначенный на должность районного акима Доспол Есельбек. «Мы с женой вместе еще в марте сдали декларацию в электронной форме. Открыто показали доход нашей семьи. У меня есть жилой дом в микрорайоне Самал-2. Живем с родителями. Машин, дач, коммерческих объектов за мной не числится. Жена домохозяйка. У нас двое детей». В Управлении государственных доходов напоминают, что декларацию можно сдать через ЕСЛ и Казамат. Скачать бесплатное мобильное приложение можно в App Store или Play Market. «С 15 сентября истекает срок сдачи декларации, все общие декларированные по государственным службам. Поэтому всех просим до 15 сентября уложиться, представить отчетности». Декларация о доходах пока сдают госслужащие и их супруги. А через год предоставить отчетность должны будут работники субъектов квази-государственного сектора и их супруги. После – руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели. А с 2025-го – все остальные казахстанцы. Шинар Оразова, Давран Абдиев, Нургильда Садуакас, информационная служба телекомпании ОТРАР.